Роман Цымбалюк, блогер и журналист, присоединяется к нашему эфиру. Добрый день, Ром. Добрый день. Привет. Ром, попадаются в сети, конечно, вот эти комментарии пропагандистов о том, что лучше в своих теплых квартирках, чем в загнивающем Западе. Но видим и обратную сторону медали, что одно дело пропагандистские заявления, а другое дело обращение людей, которые не записывают с улицы, и они мерзнут, и они просят диктатора согреть их словом, делом, газом, хоть чем-нибудь, а нет. Почему не греет? Так электорат крепче держать или не хватает ресурсов? Что происходит? Вы знаете, российское государство – это мега богатая страна, и как распоряжается Владимир Путин этими ресурсами, это большой вопрос. То есть, если так вот разобраться, тратя деньги, инвестируя их в свою страну, то можно сделать просто настолько привлекательным государством, что тебе сами потянутся. А будет не так, как сейчас, когда все соседи, кто может, кто не может, все бегут в НАТО, несмотря на то, что эта страна очень-очень богатая. То есть, понятно, что вопрос не в бабле, может быть, для них в некотором роде это удивительная история, что так вот все начало рваться в один прекрасный момент, потому что у них же, ну, в целом, особенно визуально, особенно вот Москва, оно не выглядит таким удрученным все. Но, очевидно, если ты даже уже за МКАДом, то там совсем другие правила, другие деньги, соответственно, прорыв за прорывом, и все ломается. Хотя, опять же, давайте просто проговорим, что это не является какими-то супераномальными морозами для Российской Федерации. Ну, может быть, Грета Тумберг, она и сказала бы, что вот это глобальное потепление, но по факту это не является чем-то таким там выходящим за рамки. И да, приоритет, скажем так, он какого плана? Значит, до полномасштабного вторжения они инвестировали в понты, то есть в плитку, в какие-то там блестящие вещи, чтобы Армата в сознании россиянина обязательно ехала в район Лиссабона и так далее. А просто не занимались, не инвестировали эти деньги. Ну, короче, смысл в чем? Что пока все копят злобу, и на Путина в том числе, обращаются к нему. Они же там разные вещи говорят. Они вот записали такие вот обращения Владимира Владимировича, мы замерзаем. Когда камера выключается, они его кроют этими, как это там, а, нецензурными словами. Но пока дальше это никуда не пойдет. Тут вот главный вопрос, на который, наверное, никто толком не может дать ответить, не может ответить, что сломает их. Потому что вот этот холод, который фиксируется сейчас, и вот эти недовольства, если ситуация войдет в такую колею, когда это станет реально вопросом выживания этих людей, и они могут перестать бояться там чего там ОМОНа, СМЕРШа, Росгвардии и так далее. Ну, пока, кажется, померзнут, ну и потом весна придет же когда-то. Ну да, страты ситуации для Кремля добавляют то, что тот же Подольск, он буквально в 30 километрах от Кремля. 5-6 часов пешим шагом, да, и ты на месте принятия решения, как они любят говорить. Ром, ну вот ты говоришь, кипит недовольство, да, оно подкипает, закипает. А к чему приведет то, что Путин замалчивает все эти проблемы? Он же, в принципе, ведь не комментирует ни коммунальные коллапсы, ни отключение света в Москве, которое будет длиться до конца зимы. С чего бы это, кстати? Ну, там Москве не надо все-таки драматизировать, у них там все равно более-менее. Там где-то есть аварии, но в целом, так тому, что не надо думать, что там вся Москва замерзает. К сожалению, нет. Но тут есть второй аспект, мы же ее еще и не бомбили. Я вообще, когда слышу вот эти истории про замерзающее Подмосковье, и не только, почему-то вспоминаю слова Ольги Скобеевой, и это, наверное, неплохая рекомендация жителям Подмосковья. Она рассказывала прошлую зиму, что в Лондоне, в Англии там настолько все плохо и страшно, и настолько холодно, что женщины готовы отдаваться мужчинам богатым, у которых есть теплые батареи. И я думаю, что вот это ноу-хау, его есть смысл повторить. Но на самом-то деле, вот смешно, не смешно, но они фокус общественного внимания переворачивают вот таким вот образом, что ну где-то кто-то подмерзает, но все уже практически хорошо. Вот я просто зацитирую последние слова одного из сюжетов, как раз вот посвященному Подольску. Там было сказано примерно так. С каждым часом количество подключенных домов к отоплению увеличивается и увеличивается. Вот это вот с каждым часом, это сказано с таким вот торжественным голосом, от которого в теории должно быть теплей. Но пока они все равно фокусируются на ком? На НАТО, на Риши Сунаки, Медведев. Вот тут обкладывает, опять же, нехорошими словами Великобританию и Францию и так далее. Вот серьезно, пропаганда практически не отреагировала на это. То есть даже если вот мы смотрим телевизор, то россиянам продолжают рассказывать, что НАТО намного страшнее, чем вероятность замерзенности в своей собственной квартире. Даже вот по таймингу вот эти новостные сюжеты, они показывают или в конце, или где-то там, если это какое-нибудь там безумное шоу, 60 минут без остановки ненависти ко всему миру, то это обязательно должна быть где-то 50-я минута. То есть сначала НАТО показывает, как российские пилоты атакуют украинские города, а потом где-то там кто-то скажет, что бояре виноваты. Для чего это делается? То есть они разносят президента Российской Федерации, это что-то отдельное, а другие вот эти мирские проблемы, ну это другое. Как в мирное время в новостях был такой формат, как бантик, мы его называли, в берлинском зоопарке, в зоопарке панда родила каалу. Ну да, ну а сейчас подольск замерз еще пару обморожений. Ну в принципе, Ром, а как им это комментировать, как им это оправдывать? Тем, что они на своих тренируются замораживать Европу? Ну, возможно, Скобеева когда-нибудь такое скажет. Конспирологическую версию давай разберем. Понятное дело, что проблемы в коммунальном хозяйстве Российской Федерации, они копились очень долго, да? Случайно ли, что трубы прорвало именно во время так называемой президентской кампании российского диктатора? Ну когда-то это должно было произойти. Там же, ну с чем это связано? Во-первых, они очень много людей из сферы коммунального хозяйства, кто при всем уважении, допустим, к журналистам и блогерам. Ну, вот если станет вопрос, то текст мы напишем, а вот починить водопровод, возможно, мы не сможем. Ну так и наоборот, собственно говоря. Поэтому мир придумал, что есть разные профессии, люди учатся разными вещами, потом работают и получают удовольствие от своей работы. Так вот, из сферы коммунального хозяйства очень многих людей, они мобилизовали и отправили на войну. Соответственно, чуть-чуть похолодало, меньше специалистов. А это коммунальное хозяйство, опять же, это же только на первый взгляд может ассоциироваться, что люди копают ямку, там что-то течет, кто-то ныряет и так далее, что это неквалифицированный труд. По-разному бывает, но в журнализме, кстати, тоже вроде бы тексты все пишут, но иногда некоторые бегают по окопам так, как майбуты. Я просто к тому, чтобы эту ямку выкопать в том месте, где ее надо выкопать и сделать, чтобы оно было отремонтировано, нужны специалисты. А если специалисты занимаются тем, чтобы превратить Украину до того уровня, что произошло в Маринке, то, что сделали российские захватчики, ну вот, как это, мир, сообщающиеся сосуды. Возможно, это действительно проклятие Маринки для российских фашистов. Это, наверное, конспирология, но что-то в этом, наверное, все-таки есть. И говорит это о том, что вот этот монстр российский, он вроде бы сильный, он вроде бы такой суровый, но получается, вот это как с парадом за три дня в Киеве, так вот и в коммунальной сфере точно так же. Понтов много, а когда малейшее какое-то отклонение от летней нормы, вот произошло то, что произошло. И да, вот давайте еще раз просто зафиксируем. Мы же их еще не бомбили. А вообще-то с точки зрения ведения войны все на российские ТЭЦ, я даже, вот я лично являюсь автором фразы ТЭЦ за ТЭЦ, что у них будет в таком случае, если мы все-таки принимем такое военное решение. Вот россиянам надо подумать, и в общем, когда все деньги и люди тратятся на войну, смысл которой в России так и не артикулирован, то происходит вот такое, ну и да. А потом им расскажут еще в конечном итоге, что яйца пропали, потому что россияне настолько стали богатыми, что они все их скупили. Ну, это же попахивает в некотором роде бредом. Это я просто к тому, что вот когда мы говорили о теме сегодняшней беседы, там же было состояние здоровья Путина и готовность его править Россией еще с шестьдесят, а шесть лет. Так вот, может быть, он и бегает. Рома? У нас, да, небольшая техническая заминка. Буквально пару секунд подождем. Да, Ром, буквально пару секунд. Мы закончили на больной теме, болезненной теме яиц. Для Российской Федерации. Да, но яйца, они всем нужны, да. И снова у нас какая-то проблема, задержка со связью. Ну, в принципе, наверное, мы уже... Я тут, я не знаю. А, есть, да. Ром, хорошо. Не только же ЖКХ прорывает. Кстати, вчера интереснейшая новость была. Из Московского экономического института Плеханова. Там на головы студентам сошел потолок с фекальными массами. Там тоже прорвало канализацию. То есть рвет везде, да, прорывает у них везде. Прорывает же и в других вопросах, в других социальных сферах. Ну, те же яйца, да, пресловутые, о которых ты вспомнил. Мало яиц. После Нового года уже около пяти регионов у них на полках отсутствует мясо курицы. То есть проблемы накапливаются. Залатать уже даже какие-то мелкие экономические проблемы, они не в состоянии. Не говоря уже о росте инфляции. Как это все-таки отражается на избирательной кампании Путина? Все ли будет гладко с его коронацией следующей? Как ты считаешь? Ну, пока никаких предпосылок, чтобы что-то ему помешало, нет. Ну, так устроено российское государство. Но каждый российский гражданин, которому показывают Путина, который там прыгает, в хоккей играет, и вроде бы он физически здоров и не сидит в холодильнике, как некоторые нам тут пытаются рассказать. Вопросы в его когнитивных способностях. Давайте просто еще раз зададимся вопросом. Ну, не кажется ли странным российским гражданам, когда они, а, рассказывают, что они ведут войну с НАТО, которое не должно расширяться, а на самом-то деле пытаются уничтожить Украину, вместо того, чтобы заниматься собой. И тут же, сколько бы ни было ракетных ударов по Украине, это же игра не в одну калитку. И трупов из Украины везут в Россию, ого-го, сколько, и так далее, и так далее. И тут вот на сегодняшний день, в связи с тем, что российское население, оно не является субъектом политики, ну, такой там расклад, но мы, как это, мы их продолжим убеждать в том, что в Украине для российских оккупантов смертельно опасно. Вот и все. И на каком-то этапе они все равно займутся собой. Вот это нужно понимать, и россиянам мы желаем, а, добра на их территории, а пока они стреляют в нас, то вся территория России является легитимной целью. Вот, собственно, и все. И ТЭЦ Российской Федерации в том числе. И не в последнюю очередь. Верим в вооруженные силы Украины. Ром, спасибо огромное за то, что нашел время пообщаться. Роман Сымбалюк, журналист и блогер, присоединялся к нашему эфиру. Обязательно подписывайтесь. Спасибо, Ром. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова